здравствуйте дорогие друзья сегодня я предлагаю вместе со мной сделать запеканку творожную для этого нам потребуется творог пол килограмма творог это домашний поэтому он жирный и не сметану ничего класть не буду дальше 3 столовых ложки манки можно класть 2 кто как хочет 2 яйца ванильный сахар разрыхлитель пакетик крахмала ну не целую ложечку чайную дальше изюма я брала примерно жменьку также сахар кто хочет может взять соль сейчас мы изюм высыпем манку и хорошо перемешаем это даст нам равномерное распределение изюма по всей запеканке потому что иногда бывает что изюм собирается в одну кучу и получается неравномерно также сюда можно положить крахмал также положить ванильный сахар можно положить и творог ванильный сахар тоже кладется кому сколько захочется манку высыпаем разрыхлитель потому что в данном случае манка у нас идет как место муки поэтому как раз к месту разрыхлитель также творог кладем примерно полторы чайных полторы столовых ложки сахара я люблю чтобы было сладко и яйцо яйцо домашнее поэтому два три яйца у меня у нас яйца крупные поэтому два два яйца хватит сейчас мы равномерно все разминаем чтобы как можно меньше было комочков сначала творог масса получится жидкая но это не должно вас пугать немножко по стенкам размазываем чтобы сделать массу более равномерно и сейчас высыпаем сюда сухие ингредиенты и опять все снова перемешиваем манку у нас должна разбухнуть поэтому мы не сразу ставим печься запеканку творожную а даем манке набухнуть ну примерно где-то течение 30 можно 20 минут потому что она вот в сырой массе она даст будет более мягкая тем самым запеканка будет плотнее вот нужно попробовать как бы немножко над песку положить еще примерно столовую ложку еще раз перемешаем все равномерно и оставим пусть она таком виде немного постоит а мы тем временем им включим духовку духовку духовка должна стоит примерно нагреться до 180 градусов приготовим вот такую форму я положила на форму бумагу для записания и маслом подсолнечным равномерно все стенки в этой форме обмазываем и так ждем 20 минут и так прошло 20 минут манка у нас набухла еще раз смажем бумагу и выкладываем массу и выкладываем массу равномерно распределяем но процессе приготовления масса как бы сама по себе еще сформируется духовку у нас готова ставим в духовку примерно на 40 минут ну будем смотреть как запеканка подрумянится вот пока она у нас вот такого вида и так ждем готовности и так прошло 50 минут запеканка наша готова посмотрим что получилось посмотрим что получилось вот посмотрите и дно и бока сейчас мы ее вытащим пусть она немного остывает она получилась высокая но сейчас она конечно уже осядет но все равно получается красиво и так творожная запеканка у нас готова мы ее разрезали она остыла полностью и вот что у нас получилось вот такая красота вкуснота но я сейчас вижу что как бы изюма маловато но все равно получается очень вкусно ешьте на здоровье пробуйте делать вместе со мной до свидания все вам доброго с вами была ольга и Продолжение следует...